В четверг в индустриальном районе среди бела дня неизвестные подожгли припаркованный во дворе дома автомобиль. Хонда Интегра 2004 года выпуска стояла на этом месте уже три месяца после того, как в машине сломалась сигнализация. Стоявшая без движения иномарка привлекла злоумышленников еще месяц назад. С нее сняли колеса. Автовладелец был в ярости, но отложил покупку резины, поскольку Интегра все равно была не на ходу. Когда произошел пожар, его рядом не было. О случившемся хабаровчанин узнал от соседей. Когда он пришел на парковку, от его машины уже ничего не осталось. Пострадал и другой автомобиль, стоящий рядом. Хозяина жука и вовсе нет в городе. Он уехал в командировку в Приморье. Его автомобиль удалось спасти с минимальными потерями. Неравнодушные очевидцы попытались оттянуть его тросом, но попытка оказалась неудачной. В итоге в жуке разбили стекло, поставили рычаг коробки в нейтральное положение и откатили машину силами трех человек. Девушка-автовладельца, которая приехала проверить иномарку, была очень благодарна отзывчивым очевидцам. Прихожу, уже машина отогнана, все хорошо, здесь куча пожарных. Просто очень страшно на самом деле. То, что если никто не отгонит, машины все могли просто сгореть. И тоже человека в городе нет, уехал по работе. У Ниссана расплавилось боковое зеркало и часть кузова. Владелец интегры, которая выгорела полностью, подозревает в случившемся местных подростков. Он несколько раз видел их уколы на марке и отгонял шкодливых тинейджеров. Автомобилист полагает, что это мог быть акт мести с их стороны или просто хулиганская выходка. По самовозгореться «Хонда» не могла по причине того, что аккумулятор не был подключен к бортовой сети. Потерпевший вызвал полицию. С места происшествия Анастасия Манина и Виталий Векслер. Анастасия Манина и Виталий Векслер.